Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы осуществляем навигационное гидрофическое обеспечение мореплавания. Что сюда входит? Это обслуживание средств навигационного оборудования, это навигационные створные береговые знаки, это навигационные плавучие знаки. Осуществляем мы обеспечение навигационной безопасности посредством плавсредств. На этих плавсредствах мы осуществляем техническое обслуживание средств навигационного оборудования. Сколько это человек? Более 100 человек у нас сейчас в штате. Какие новые технологии и аппаратура у вас появилась? Новая технология это модернизированные и новые плавсредства. Это солнечные батареи, проблесковые аппараты, которые значительно удешевляют обслуживание сно. Это дистанционное обслуживание сно, это пластиковые буи, новые механизмы, в том числе те, которые обслуживают маяки. Это получается проблесковая аппаратура, светооптические аппараты, дизель-генераторы нового поколения. Новая технология это плавсредства. Это модернизированные плавсредства и новые плавсредства, которыми удобно и в бытовом плане, и естественно в технологическом. Это новые крановые установки, которые находятся на этих плавсредствах. Также проблесковые аппараты, светооптические аппараты, это солнечные батареи, те, которые значительно удешевляют обслуживание сно. Это дизель-генераторы нового поколения, полностью отремонтированные гидротехнические основы на береговых знаках. Игорь Николаевич, вот чем этот участок отличается от других участков? Какие его особенности? Ну, каждый участок он своеобразен. У него есть свои особенности. Наш это соединение лимана и речной части морского пути. Далее идет внутренний водный шлях и действуют в определенной степени и речные правила, и морские правила. Кроме того, у нас есть у каждого участка, у каждого района твои особенности. Наши особенности, достопримечательности – это Станислава Джигольские маяки. Это архитектурный памятник. Ну, в первую очередь, это навигационный ориентир, береговой навигационный знак. А еще его достопримечательность – это то, что это архитектурный памятник, который был построен, спроектирован инженером Шуховым и построен нашими инженерами. Особенностью его является, что он был построен не как литой маяк, а как гиперболоид, что позволило значительно уменьшить фундамент и затраты на изготовление этого маяка. А из теперешней его начинкой? Теперешняя его начинка, она очень современная. Это солнечные батареи, это бытовые солнечные батареи, которые позволили значительно улучшить бытовые условия для обслуживающего персонала. Это солнечные батареи, которые используются в навигационных целях, которые экономят топливо. Это светодиоды, которые значительно уменьшают энергоемкость. Это дизель-генераторы нового поколения, которые и экономичные, и позволяющие на должном уровне, чтобы работала светооптическая аппаратура. Каждодневный быт людей, скажите, пожалуйста, вот вам нужно добираться, и мы сейчас будем добираться отсюда, от этого участка, от суши будем говорить. Каждодневный быт, он достаточно, особенно в зимнее время, сложный, потому что в определенное время лиман замерзает, и людям приходится добираться через лед. Да даже вот в летнее время, а в осеннее, когда дожди? У нас есть разные катера, и в разное время мы используем по погодным условиям разные катера. Значит, смена из каких, расскажите, смена из каких? Смена на Станиславо-Живольских маяках состоит из двух человек. Они заступают на неделю и находятся на неделю, потом их сменяет другая смена. Но в неблагоприятные погодные условия они могут задерживаться и до месяца, в связи с тем, что их затруднена замена. Не дай бог что-то случится, вот завалил кто-то, температура или что? Ну, все у нас происходит по-разному, или своими силами. В крайнем случае у нас есть Министерство чрезвычайных ситуаций, его службы, где мы обращаемся, можем обратиться, и вертолет прибудет. А вот скажите, пожалуйста, вы, ну как вы здесь вообще очутились? Вам нравится эта работа или нет? Скажите. Безусловно, нравится. У меня работали тут родители, вот, поэтому как бы в какой-то степени это преемственность. Денег хватает по зарплате? Ну, всегда ресурсы ограничены, а потребности не ограничены. Поэтому, ну, я считаю, по сравнению со всей нашей страной, государство у нас достойная заработная плата. А сложности какие-то есть? Вот, вы до месяца могут остаться? Наверное, как в космос подбираются люди, чтобы они психологически были устойчивы к разным таким вот сложностям, трудностям. Между собой находили общий язык. И, естественно, были физически здоровы. Для того, чтобы, понимаете, на Станиславово-Живольском маяке подняться наверх, это достаточно, достаточно необходимо иметь физическую подготовку. А это необходимо делать ежедневно, для того, чтобы обслуживать светооптическую аппаратуру, проверять, проводить регламентные работы. Вот, поэтому они должны обладать нормальной физической подготовкой. Текучесть кадров у вас есть? Ну, текучесть кадров у нас, безусловно, есть, но она очень маленькая и по разным причинам. Но, наоборот, к нам стремятся все попасть на работу. Вот стремятся попасть. А вы по каким критериям их отбираете? По критериям, безусловно, профессиональным. Ну, иногда к вам приходят не профессионалы. Но профессионалы, они должны откуда-то приехать с дипломом или без диплома. Но профессионал – самое главное качество, которое вы у них требуете. На нашем предприятии есть должностная инструкция, где прописаны квалификационные требования. Поэтому любой человек, который приходит к нам, хочет устроиться на работу, он должен соответствовать этим квалификационным требованиям. Это, например, если плавсостав, то диплом. Вы довольны тем коллективом, который у вас есть? И чувствуется, что это одна сложная команда? Безусловно. Я считаю, что это у нас коллектив единомышленников, которые знают цели, задачи. И если бы это у нас были отношения, как лебедь, щука и рак, то мы бы ничего тут не сделали. А так у нас коллектив единомышленников, которые друг другу оказывают помощь, и даже не только профессиональную, но и человеческую. Что ценится больше всего в вашем работнике? Я считаю, профессионализм и человеческие качества, психологическая устойчивость. Дисциплина у вас военная линия? Безусловно. У нас дисциплина на должном уровне. Выполняем все требования, которые к нам предъявляются. Если бывает ЧП, какие? Ну, дело в том, что можно как рассматривать ЧП. Если все в жизни бывает, тухнет огонь знака, значит, для нас это тоже ЧП. Мы быстро, оперативно решаем эти вопросы. У нас мы быстро собираем команду наших работников, профессионалов, которые быстро, оперативно устраняют неисправность. А в РАУ и понятие есть, если такое случилось. Из дома вызываете каких-то людей. У нас это все предусмотрено регламентом. Мы заранее планируем, если что-то выходит из строя, кого из работников мы будем вызывать. У нас на выходные, праздничные дни издается приказ, где четко каждый работник знает, когда он, куда должен прибыть и какие действия сделать. Начиная от плавсостава и заканчивая обслуживающим персоналом. Сколько степеней дубляжа здесь у вас? Три, четыре, а бывает и больше. Субтитры сделал DimaTorzok Мы находимся на острове? На переднем Станислава Жигольцкого маяке. Это насыпной остров, да? Насыпной остров, да. Искусственно насыпали, его насыпали сюда, значит, забивали деревянные сваи. Изначально забивали сваи, потом насыпался песок, поднимался горизонт. Ну и уже в 1911 году уже пошло судоходство, канал уже работал. Мы уже шли сюда. Два человека у вас на маяке, да? Да, в вахте них находится два человека. Работаем, неделю работаем, значит, неделю дома находимся после работы. И потом же, что пять, снова мы заступаем на работу неделю. И так, в процессе до отпусков. Скажите, какой был самый интересный случай у вас здесь? Самый интересный случай, ну вот на фотографии можем показать, это зима 2010 года. Это вы запомнили, что такая зима была? Да, это была зима, вот интересная у нас, почему она интересная, потому что если замурували окна, вот можете представить, волны были на высоте крыши, печку надо было топить. Димоход брызгало в воду и начинало позамерзать, и чтобы не пропала тяга, надо было печку топить, гнать, чтобы она расставала, чтобы уже ход был, диму куда вытягивало. Вот такие были сильные брызги, обмерзание сильное. У вас напарник, сколько вы с ним уже работаете? Уже 15 лет. 15 лет? Вот это подобрались как-то два человека, которые друг друга не надоедают, да? Ну, правильно, конечно. Ну, тут, в принципе, получается, как семейные династии, родители работали, потом на место их родители ушли на пенсию, уже их, конечно, живых нема, упокоится душа ему. А теперь работаем мы. Ну, по возрасту немножечко разница есть уже, да, в возрастной категории. Ну, а так у каждого самый меньше 15 лет этот напарник работает. А так уже... А вы уже сколько работаете? Все время работаем, связанно с водой, с обеспечением судов. Вот получается, мы уже 10 лет, у нас энергия круглые сутки. То было только получилось в темное время суток мы там запускали. А сейчас солнечные батареи можно нагружать до 3 кВт летнего времени нагрузку. Зимнее время можно давать до 2 кВт, не больше. Ну, скажите, у вас больше рабочего времени, чи свободного? Вы знаете, трудно так сразу ответить. Ну, все время можно считать, что это время рабочее. Потому что тут ты себе нельзя расслабляться и думать, что ты не находишься. Потому что в пастеле надо видимость за каналом наблюдения, основанности в зоне ответственности. У каждого из маяков есть участки по знакам сну ночью смотреть. Потому что служба, служба, она сработает там уже по приборам, а то, что мы визуально наблюдаем бинокли, то уже никуда не уйдешь, ты побачишь и доложишь, что оно, как оно, работа в гонении. То есть, я имею в виду по судовому ходу, по каналу. А отдыхаете вы? У вас вахтенный метод работы с напарником? Вахтенный метод. По 4 часа? Ну, там у нас, понимаете, видняк, плавающие выходы. Мы стоим на смену 8 часов, ну, плюс 4 часа еще накидается ночник. То есть, мы вот так вот меняемся. Ну, что получается? Вот вы живете здесь неделю, да? Питаетесь за счет государства, я так понял, да? Значит, это добавка к зарплате, да? Ну, за зарплату убежаться нечего. Спасибо, спасибо государству, зарплата нормально, стабильно. Ну, как, а на вас постоянная зарплата? Постоянная зарплата. Цифра? Ну, сколько вы получаете? Хватает уровень жизни украинца, да, хватает. Так, инфляция там все на свете, 5-е, 10-е. Не страшно, у каждого есть усадебный участок, понимаете, все-таки неделя сменился с работы, то есть, значит, у меня еще есть усадебный участок. Значит, я на нем могу участки здоровья, значит, могу посадить еще там раннюю культуру, например, там, кто клубнику, кто малину, кто картофель ранний. И то есть, это все сплюсовать, и спасибо, спасибо Держ Гидрографии, высточая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что такое ваш маяк? Расскажите о нем. Он у нас построенный в 911 году, все при царе-батюшке. Высота его у нас 75 метров. Называется он задний Станислава Дзигольский, потому что он задний, так как есть еще передний. Мы нужны для того, чтобы давать створу входящим кораблям в Днепр. Вот для этого мы здесь существуем. У нас аппаратура вся настроена, она стройная подстраховка. Мы работаем не связанно с землей, мы работаем в любую погоду, в любую. Даже когда нужно, в другой раз старые капитаны проходят, проверяя аппаратуру, они просят даже днем включать, и они проверяют створы по своей там новой аппаратуре. Ну вот, в принципе, для этого мы нужны. В зимнее время бывает такое, что солнца мало, день короткий. Батареи не могут этого всего выдержать. И когда уже у нас напряжение падает до, я не буду говорить минимум и максимума, когда оно падает до минимальной отметочки, мы запускаем дизель-генератор. Запустим? Легко. Пожалуйста. Ну а у нас все оценивано. Если здесь это все выйдет со строя, то, да, уже и тут ключи. Вот это стоят над окном, вон стоят решетка. Видишь, металлическая сваренная. Это, чтобы птицы, чайки, мартаны, перелетные, хотя высота птичьего полета половина меньше, на всякий случай это стоят. И это оно так было сделано с самого-самого начала. Цель у нас стоите такого с 90-90-го. Анна, еще раз расскажите, что это вы делаете? Ну, ты так луч не видишь? Ну да. Не видишь. И не заглянь. Подошел, вот, видишь, он светит. Вот он светит с двух точек. А там он фокусируется в один луч дальше. Так оно продумано, так оно рассчитано. И суда, которые заходят оттуда, они равняют тот маяк, луч тот, с этим лучом. В одну линию. И получается, у них одна линия. Вот они идут потом по этим створам до тех пор, пока не сравняют два маяка, передний Касперовский и задний Касперовский. Вот они будут идти по этому лучу, потом сравняют те два луча и повернут. И потом уже будут идти по створным знакам, по буям. Он рассвет самый сейчас, чтобы не прозевали. Нижнюю ступеньку мы не считаем. То есть по натуре мы 327 ступеньки. А площадок сколько? 13. Ну, в общем, каждая ступенька покрасена вот этими руками. А сколько? Окон. Огромно сколько площадок. На каждой площадке окно. На плоском заргоне баночка. Так, подкитная скамеечка. То есть поднимается человек, наверх заморился, сел себе, отдохнул и дальше пошел. Сейчас-то попроще будет. А раньше было, лампочки сгорают ночью. И надо же бегом бежать. Стоит два аппарата. Сгорела лампочка. Сигнализация сработала. Перекидает дизель на вторую лампочку. Даже не перекидает. Заводим. Два дизеля стояла отдельно. Завели. Включили. Бегом по этим ступенькам. Поменяли. Вернулись. Перешли опять на этот мотор. Он себе работает дальше. Тут отключили. Ну, использовался как авария. Чисто. Так что это все ночью делалось довольно быстро. Чем быстрее, тем лучше. Вверх-вниз. Так что тогда на баночках отдыхать время не было. Доброе утро. Доброе утро. Сидайте, хлопцы. Сидайте. Правда, что у вас, хлопцы, правда, что у вас есть какая-то традиция? Когда вот как сейчас идет смена вахты, то у вас какая-то есть традиция. Вы что-то такое тут... Упустить свежую продукцию. Да? Домашние пирожки. Вот. Домашние пирожки, да. Сколько лет уже работаете? 30 лет. 30 лет. А как же вы сюда попали? Ну, попал. Прогласили на работу. В 87-м году. Вот я заметил, или вы уже все профессионалы по-настоящему, хлопцы, да? Или делаете вы все это так спокойно, так выдержанно, немногословно, или работа все-таки у вас такая? Более тяжелая она считается или более ответственная? Ну, тяжелая, как тяжелая, ответственная это да. Мы считаем, и так оно и есть, что это судоходное движение. У нас сейчас суда идут постоянно на Херсон, надо постоянно им видеть свой путь. И в ночное время мы обеспечим это. А кто расскажет, как устроена эта шуховская вышка? Моя гиперпилуидного типа, весь на заклепках, ни единой сварки, построен в 11-м году при царе-батюшке. Вторая сотня ему пошла, уже столетие же было. А когда ветер сильный, как вы себя там наверху на 25-м этаже ощущаете? И как он себя ведет? У него шата практически нет, у него там уже где-то до полметра шата. Потому что он работает на скручивание. На скручивание, он не так качается? Конечно, у него шата есть немножко, но вот... А он на скручивание? На скручивание, да. Вот за что он неуязвим к поломкам там, что-то бывает. А за что с немцами во время войны захотели его расстрелять? Расстрелять его захотели, потому что здесь при наступлении сидел наш корректировщик. Левый берег был уже освобожден, а на правом берегу находились еще немецкие войска. Корректировщик корректировал, а они его хотели убрать. Там даже есть прямое подание снаряда вверху, вы видели вчера? Да, да, да. Там завара, она большая, большая, где-то. Ну, так есть мелкие, осколочные, там есть из самолета, наверное, пушки пробиты. Значит, неделю надо вдвоем тут быть, да? Конечно. А если хорошо задует-то ветер, там, челед, че-что такое, то и до месяца же можно тут просидеть, правда? Нет, месяц не проходилось, а по две недели проходилось. Ну, по две недели, да? Ну, было, да. Ну, в зимнее время, да, отбойной запас продуктов, это на каждую вахту, как... Скажите, вот, смотрите, когда ночью, вы что, как вы узнаете, что у вас свет горит, а? Там наверху. Да, у нас есть сигнализация. Где у вас такой пульт есть, да? У нас есть сигнализация, прям, выключение, срабатывает. Она сразу бы загудела, да? Конечно, дает зуммер, сразу делается запуск дизеля, и включается аварийный маяк. У нас маяк практически работает постоянно, он может быть подключен на две-три минуты, если при какой-то нештатной ситуации при поломке, и две-три минуты, и уже пошел работать от дизеля. Ну, хлопцы, дай вам Бог, чтобы у вас все здесь было хорошо, чтобы огоньки ваши светились вовремя.